The original link to the video will be in the description down below. Это видео является дополнением ко вчерашнему видео по Valorant, ссылка на тот ролик есть внизу в описании. Мы решили разобрать по всем возможным аспектам данную игру, поэтому перевели данный материал. Приятного просмотра. Итак, друзья, время поговорить про Valorant. Время поговорить о самой игре, о её цифрах на Twitch, о профессионалах, о читерах, про киберспортивную сцену и что она сделает CS GO. Убьёт ли Valorant Counter-Strike? Valorant никогда не будет как CS GO. Итак, поговорим про Valorant. У меня уже ключ есть в течение недели, и игра хорошая, было весело играть. Но я не буду её обозревать, я не разработчик, я не бывший киберспортсмен по CS GO. Единственное, что я знаю, несмотря на веселье, после нескольких часов игры, мне очень хотелось загрузить CS GO и пойти на кэш. Но это не важно, хочу ли я играть в Valorant или CS GO. Что важно, это игра только на стадии закрытой беты. Но они только и говорят. Она бьёт рекорды Твича, она катапультирует таких людей, как Summit 1G, на количество просмотров, которых у неё никогда не было. И организованный киберспорт уже не за горами. Игра официально выйдет летом, и из статьи Esports Observer Riot Games уже тайно встречается с некоторыми организациями для разговоров о выступлении в новой киберспортивной леге по Valorant. Весь этот хайп и разговоры подтолкнул людей беспокоиться, что Valorant не недельная вспышка на Твич. Она серьёзно может сместить строна CS GO как премиальный хардкорный FPS. Люди, давайте так. С самого начала Riot Games не только нацелились на киберспорт, но и на CS GO. Когда Riot начали рекламировать игру, в первую очередь они начали говорить о вещах, которые важны для заядлых FPS геймеров. Например, тикрейт сервера, или проблемы с читерами, или акцент людей на стрельбу в голову. И я заметил, что некоторые люди чересчур эмоционально воспринимают это. Они стали понемножку защищать, так как они ощущают, что Valorant претендует на то, что они любят десятками лет. И это CS GO. Сможет ли Valorant убить Counter-Strike? Честно, ребят, сейчас не время, чтобы обозначать поле битвы. Я просто скажу, Valorant не убьёт Counter-Strike. Этого не случится. Counter-Strike никогда за всю историю существования не был таким популярным, как сейчас. Она стабильно бьёт свои же рекорды по количеству игроков в Стиме. И абсурдно думать, что когда Valorant уйдёт от беты, мы увидим массу игроков, которые переходят из CS в Valorant. И вдруг твой любимый игрок по CS станет твоим любимым же игроком по Valorant. Задумайтесь, League of Legends и Dota спокойно существуют вместе, и они похожи, как CS GO и Valorant. Dota и Low делают друг друга лучше. И именно так произойдёт и в нашем случае. Наконец-то у нас есть реальная конкуренция в хардкорном жанре FPS. Конкуренция хороша для бизнеса и хороша для нас. Если вы спросите у некоторых людей, уже фитиль поджигается под задницей Valve, чтобы они улучшили игру, которой уже 8 лет. SG-553. Снижена кучность стрельбы и точность, для того, чтобы оружие выровнялось по ценности с другими автоматами. Вопрос. Как долго существует эта игра? И вы мне говорите, после трёх дней запуска Valorant, мы наконец начнём работать, и мы пофиксим, что мы ненавидим годами? Понимаю. Никто на это не купится. Кто знает, может Valve реально замотивируется, и мы получим наконец движок Сорт 2. Ещё одна вещь, о которой все говорят, кто будет в это играть на профессиональном уровне. И эта игра только вышла уже, а Brax и EZK подписаны в T1, организация, которая является династией в League of Legends. Сейчас они играют со Шраудом, с Кадудлом, Хико, на каком-то 105th Invitational против Твиста, Элайджа, и ещё и с Саммитом в Анджи. Это безумие. Ощущение, что команды налево и направо подписывают игроков по Valorant. И это-то да, но честно, это чисто одновневный шлак. Всем привет, я Tensys Cloud9, и я официально объявляю, что буду продолжать карьеру в Valorant вместо CSGO. То, что я сейчас скажу, не в обиду игрокам, но такие люди как Хико, Свэк и EZK, они крутые игроки. Некоторые из них боги в исторической перспективе CS, но они не будут топ игроками по Valorant, пока не мере Райт на это надеяться. Когда вышла League of Legends, игроки New Earth и Dota были хороши до определенного времени. Когда вышел Overwatch, такие люди как EZK играли, но они не были теми игроками Лиги по Overwatch, о которых снимается видео. Riot Games надо рассчитывать на поколение 15-летних подростков, которые надрали бы задницы на Pro-серверах через пару лет. Потому что эти дети будут не переходить из CS в Valorant. Они будут старожилами Valorant. Поединки между разработчиками игры и бывшими игроками и стримерами жанра FPS, в том числе там был Shroud. Разработчики просто разнесли соперников. Да, это было быстро. Это был краткий пример того, насколько важна координация и понимание того, что ты вообще делаешь. Мы пытаемся их пристрелять в соло, это не сработает в данной игре. Да, некоторый из разработчиков, например, Volcano, был про-игроками, но знаете, о чем это говорит? Мы делаем слишком большой упор на механику CS GO. И это касается Valorant. Команда стримеров, там хорошие игроки. Они знают, как стрелять по головам. Но они не выиграли. Почему? Потому что у них не было глубоких знаний игры, как у разработчиков. Они не могли использовать способность таким же образом, как и разработчики. Другими словами, эта игра не обновленная версия CS GO. Возможно, это сейчас чувствуется, но мы только на стадии закрытой беты. Вот когда это все разгонится, и мы будем в мире закрытых профессиональных лиг, в этот момент мы должны пересматривать взгляды на саму игру. Я думаю, те люди, кто считал, что они хороши были в этой игре, не будут хороши на долгой перспективе. Некоторые игроки, которые не были долго на виду в CS GO, начали говорить, что будут про игроками Valorant. Я не думаю, что это хорошо. Естественно, когда игра выйдет, нужно беспокоиться не о разработчиках. Задумайтесь, если эта игра выйдет на международный уровень. CS GO однозначно доминант в Северной Америке, Европе, большая аудитория в Южной Америке, однозначно СНГ. Ну, когда вы в последний раз слышали о китайской команде, и это было не Тай Лу. Да и вообще, когда мы в последний раз говорили о Тай Лу, разве Китай и Корея настолько плохо играют в шутеры? Нет. Это все потому, что игра в Китае вышла только в 2017 году. И самый ближайший сервер находился в Сингапуре. В Корее нет молодых талантов, и даже нет ветеранов, которые могли бы их научить. Нет корейского эквивалента HLTV. Такие игры, как Counter-Strike Online и Crossfire, набрали большую популярность в Азии, пока мы играли в Source и CS GO. У Китая тем более проблема с цензурой, что касаемо харкорных FPS игр. Но с Valorant у нас свежий старт для азиатского рынка. Мультяшная графика Valorant поможет пройти проблему цензуры в Китае. И League of Legends, которая установлена чуть ли не на каждый компьютер, начиная от Сеула до Бусана, у Riot Games там уже наважена система сбыта. И по слухам, Riot Games готовят свою платформу, где будут все их игры. Единственное, что им надо, сделать это отправить на эти компы сообщение. У тебя есть League of Legends, теперь у тебя будет еще и Valorant. Азиатский рынок очень большой, и Riot Games уже имеет опыт доминации на нем. Мы можем потенциально увидеть шутер мирового уровня. И еще одна вещь, о которой говорят касаемо Valorant, это античит-система Vanguard. Выяснилось, что она работает, как только ты запустил ПК, и неважно, играете вы или нет. И многие беспокоятся о приватности, и некоторые даже говорят, что у них из-за этого упала частота кадров в других играх. После этого Riot Games ответила на Reddit, что Vanguard занимает минимум памяти на компьютере, и она не отправляет информацию с твоего ПК, и вы можете удалить его в любой момент. Riot Games с самого начала обещала, что у них будет очень сильная античит-система, поэтому не стоит сильно переживать по этому поводу. Но надо все-таки больше исследовать. Несмотря на все это, во второй день выхода закрытой беты, уже были обнаружены читеры. Здесь не в чем обвинять Riot. Поймите, есть люди, которые берут тысячи долларов за читы. Если люди готовы потратить столько времени и столько денег, чтобы быть якобы хорошим в игре, но это все будет происходить неважно, есть ли эти читы или нет. Таким образом, несмотря на сколько хороший Valorant и популярен, это неплохо для CSGO. Это даже хорошо с точки зрения геймплея. Valve стимулирует, чтобы улучшить игру, и надеемся, что это улучшит про-сцену. Есть надежда, что Valorant и CSGO не только выживут вместе, но и преуспеют вместе. Всем спасибо за просмотр. Теперь мы полноценно раскрыли тему Valorant, а точнее его закрытой беты. Теперь ждем уже полноценного выхода игры, и уже там посмотрим, что будет. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии, любой фидбэк для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу в описании. Также не забывайте, что сегодня будет стрим 8 часов вечера по Counter-Strike GO. Всем до скорой встречи и всем пока.